Новую многоквартирную десятиэтажку возвели на пересечении Молодёжной и Заслонова за год. Строительство начали в декабре 2014-го, в конце февраля уже вручили ключи новосёлам. Опыт строительства жилья коммерческого назначения Солигорский ДСК начал осваивать в 2003 году. За это время возвели более 15 домов в разных районах Меньщины. Для предприятия это возможность обеспечить работой коллектив, для населения – вариант решить жилищную проблему. Коммерческие квартиры пользуются хорошим спросом, и не только у солигарчан. Бюджетное панельное жильё с фиксированной ценой продаётся довольно быстро. Желание людей, чтобы было больше коммерческих квартир. Людей есть желание строить, потому что… Ну, вы знаете сами, что жильё своё – это и есть своё жильё. Тем более я хочу сказать, что цена у нас не такая уж кусачая. Вот с момента заключения договоров цена не менялась. Если на момент заключения договора, значит, двухкомнатная квартира метр квадратный у нас стоил 12 миллионов, а метр квадратный в трёхкомнатной квартире стоил 10 миллионов, значит, с этого времени, несмотря на инфляцию, значит, на, будем сказать, скользкий такой прыгающий курс доллара, у нас цена не поменялась. И перерасчёта никакого не будет. То есть, если на сегодняшний день пересчитать, это где-то примерно 500, даже меньше долларов метр квадратный. Несмотря на то, что дом стандартной серии, планировку строители изменили в лучшую сторону. Теперь трёшка занимает площадь 84 квадратных метра, имеет изолированные комнаты и большую кухню. Внутренней отделкой помещений жильцы займутся самостоятельно. Понравилась квартира, очень понравилась. Даже я не ожидала, что такая хорошая, так хорошо всё сделано. Честно, я довольная. Мы сейчас, конечно, очень счастливы, довольны, что у нас так получилось. И въезжаем в новую квартиру с большой семьёй. И тоже хорошая стоимость, да. Сколько тут раньше сын бы получал, дорогая была, а сколько сейчас. Хорошо. Нам здесь дом очень понравилось. На сегодняшний день вот эта квартира, которую мы приобрели, вполне по реальной цене можно строиться. В прошлом году в Солигорске было введено в эксплуатацию 36 тысяч квадратных метров жилья. Это многоквартирные дома и индивидуальный жилой сектор. Из них с господдержкой построен 120-ти квартирный социальный дом на Ковалёво, дом на 40 квартир с предоставлением льготных государственных кредитов в Красной Слободе и два многоквартирных дома в Солигорске, ЖСПК на которые были сформированы в 2011 году.